Здравствуйте, с вами Алексей Сапачевский и канал ТТ Максимум. Сегодня я расскажу про одежду для настольного тенниса. Чем отличаются футболки от тенниса, из какого материала они делаются, как это все выбрать. Что такое теннис и что такое футболки, не все знают. Это очень просто. Теннис это вот такая штука, которая сейчас надета на мне. То есть с воротником и пуговицами. Иногда бывают варианты без пуговиц, но это очень редко. В общем с воротником как у рубашки. Еще одно название теннисок рубашка пола. В общем вот это вот то, что на мне это теннис. А футболка выглядит вот так. То есть без воротника, без пуговиц просто ворот круглый, либо иногда еще бывает V-образный. И чтобы лучше друг друга понимать, когда в магазине хочешь, вернее в интернет-магазине хочешь что-то выбрать, лучше называть вещи своими именами. Тенниски теннисками, футболки футболками. В чем играют настольный теннис? Ну играть можно в чем угодно, в чем нравится, но подавляющее большинство одежды именно от теннисных фирм это тенниски. Футболки производят очень мало и даже не все фирмы их производят. Так что если хочешь играть в футболках от теннисных фирм, придется поискать. Следующий вопрос. Из каких материалов все это бывает? Есть грубо говоря два основных материала. Это хлопок и полиэстер. Он же микрополиэстер. Иногда пишется или говорится так, иногда иначе. Но в общем это все одно и то же. Еще бывает смесь хлопка с полиэстером. Она по свойствам ближе к полиэстеру. В общем будем считать, что два основных материала. Хлопок он же ХБ и полиэстер. Чем они отличаются? Ну во-первых хлопок это натуральный материал, а полиэстер это синтетический материал. Полиэстер это в целом более высокотехнологичный и более практичный материал. Ну если конечно же иметь ввиду высококачественный полиэстер. Каковы отличия на практике хлопка от полиэстера? Хлопок когда одежда выходит из стирки и сушки. Хлопок образовывает складки, мнется. Вот я взял хлопчатую футболку. Видно она не глаженная, выглядит не очень опрятно. В отличие от этого теннисские футболки из полиэстера не образуют складок. Они не мнутся, они не нуждаются в утюге в принципе. То есть постирал, высушил, даже аккуратно складывать. То есть вот эту вот или любую другую из аналогичного материала тенниску, ее даже не обязательно как-то ровно складывать. Ее можно просто как угодно положить в шкаф. Если складывать это будет просто аккуратнее в шкафу выглядеть. Но если оно будет не сложено просто там как-то лежать даже комком, оно все равно не помнется. Достанешь все будет ровно и аккуратно и гладко. Я считаю что это очень серьезное преимущество, что не нужно тратить время на приведение одежды в порядке, так как она и так в порядке всегда. В чем еще отличие полиэстера от хлопка? Другое удобное отличие полиэстера от хлопка в том, что хлопок, когда тело потеет и соответственно намокает, хлопок прилипает к телу. Это неприятно и неудобно. Полиэстер как бы сильно тело не вспотело, не прилипает. Это тоже удобное преимущество полиэстера. Еще одно отличие хлопчатой одежды от одежды из полиэстера. Когда тело потеет сильно, на хлопке очень хорошо видно мокрое пятно. На полиэстере его в зависимости от расцветки либо не видно вообще, либо почти не видно. Это тоже преимущество полиэстера. Следующее отличие хлопка от полиэстера больше проявляется на футболках, чем на теннисках. Я думаю, что все обладатели хлопчатых футболок видели, что бывает с воротом футболки через какое-то время после начала ее носки. Если футболка качественная, она держится дольше, менее качественные. Вообще после нескольких стирок ворот теряет форму. С полиэстером такого не происходит. Тенниски меньше подвержены этому, но тенниски тоже могут, хлопчатые растягиваться, как-то терять форму. Вот полиэстер никак форму не теряет, не растягивается, с ним ничего не происходит. И вообще полиэстер очень долговечный и практически неубиваемый. У меня за мою жизнь еще ни одной изношенной футболки или тенниски из полиэстера не было. Просто еще не видел, чтобы что-то износилось. Есть ли какие-то недостатки у полиэстера? Ну, есть один недостаток специфический. У него особая структура ткани и она не выносит контакта с острыми предметами. То есть если полезешь в колючие кусты, вот в такой тенниске или возьмешь на руки кошку, а кошка выпустит когти и зацепится ими и потянет, то появятся зацепки. То есть вытянутся нитки и это все будет болтаться. То есть, в общем, таким образом полиэстер очень легко испортить. Это единственный недостаток полиэстера, который мне пришел в голову. Чем отличается полиэстер на разных теннисках и футболках? Он бывает разной плотности. Это можно пощупать пальцами, ощутить, что тот чуть более плотный, на весах тоже там более плотная тенниска будет весить 250 грамм, менее плотная 150 грамм. Реально это никак ни на чем не сказывается. То есть у меня есть одна тенниска, которую я бы назвал очень плотной, плотнее я не встречал. Есть множество средних по плотности. Вот эта вот, которая на мне, я бы отнес к средним. Есть одна очень-очень легкая. Я бы не сказал, что есть какая-то разница даже между самой плотной и самой легкой. Ну, не в смысле разница, что мне это трудно ощутить пальцами, когда я щупаю. В смысле разница, когда я в этом играю. Чем еще отличаются ткань? Отличается текстурой. То есть вот эта, которая на мне, она, например, абсолютно гладкая. Бывает ткань, которая имеет текстуру сетки разной формы. Бывает полоску, бывает что-то типа решеточки. Это можно рассмотреть, если взять ее, поднести близко к глазам, тогда будет видно. Издали это и не видно, что там есть какая-то текстура. Ну и это, опять же, практически ни на что не влияет. Иногда, когда речь заходит о полиэстере, некоторые люди упоминают о каком-то негативном опыте ношения одежды из полиэстера. Что я могу по этому поводу сказать? Это все может быть связано только с какими-то сверх дешевыми и низкокачественными тканями, которые можно найти там где-то на базаре или еще в каких-то таких же местах. У любых теннисных производителей или просто производителей спортивной одежды типа Adidas и Mizuno, подобные материалы в принципе не используются. То есть там ничего неприятного к телу или имеющего какие-то недостатки в эксплуатации быть не может. Вся спортивная одежда от таких производителей делается только из высококачественного полиэстера. И можно ее любую смело брать, там ничего плохого быть не может. Еще вопрос задают, чем отличаются вот у фирмы Spinlord недорогие тенниски, а у Butterfly или Andro или Mizuno намного дороже. Чем отличаются? С точки зрения эксплуатации, с точки зрения того, как в этом играть, да ничем не отличаются. У меня есть и Butterfly, и Mizuno тенниски, и много Spinlord, еще там что-то есть. Никакой разницы в том, как это носится, как это ощущается на теле я не замечаю. И также подавляющее большинство других теннисистов тоже не замечает. То есть разница основная в том, что у разных фирм разная ценовая политика. Mizuno и Butterfly стоят дорого, там некоторые другие теннисные фирмы стоят подешевле. У Spinlord одежда совсем недорогая, но это никак не связано с эксплуатационными свойствами этой одежды. Задают вопрос, а что предпочитаешь ты? Для игры в настольный теннис я использую практически только полиэстер. У меня есть одна старая хлопчатая футболка, в которой я иногда тренируюсь. Все остальные, что у меня есть, полиэстер. Ну а та хлопчатая, которая есть, ну есть она, не выкидывать же ее. Но новых я хлопчатых для игры брать уже не буду. Потому что для меня так полиэстер просто намного удобнее во всех отношениях, чем хлопок. А для повседневной носки у меня практически все теннисские футболки хлопчатые. И это не потому, что я почему-то выбрал хлопок. Просто обычная бытовая повседневная одежда делается почему-то в основном из хлопка. То есть найти что-то из полиэстера не так уже просто. Так же как для игры делают почти все из полиэстера, так же для повседневной носки все делают из хлопка. Вот поэтому я играю в полиэстере, а просто так хожу в хлопке. Если у вас есть какие-то еще вопросы по поводу выбора одежды, задавайте их пожалуйста в комментариях, я буду рад ответить. Если понравился ролик, ставьте лайк, делитесь с друзьями. И не забудьте подписаться на канал, если еще не.